Напомню, новую школу построили с нуля. Старую, которая сельчанам служила с середины прошлого века, снесли полностью. Еще сегодня строители работают в усиленном режиме, а уже 15 июля они покинут образовательное учреждение. К первому сентября эти стены должны сиять чистотой и радовать школьников. По сути дела, за год выстроили школу, достойную школу, и оборудование будет по последнему слову техники. Это дает возможность нашим деткам учиться в школе сельской, но при этом иметь возможности городские. Спортивный зал, он будет двойного назначения. Это и для занятия учеников в учебное время до 18 часов. После 18 часов там должны появиться спортивные секции для молодежи, да это жители веранд. Потому что мы сегодня можем улучшить поколение исключительно только тем, что предоставим им новые возможности. И школа – это не все, что строится сегодня в верхней беранде. На новость сельчане отреагировали аплодисментами. Первому сентября этого года будет введен в эксплуатацию и детский садик. Они находятся на территории одной. Активная жизнь в селе, признаются горожане, угасала с каждой новой трещиной на старом здании школы. Сейчас же они уверены – начнется динамичное развитие. К тому же глава города развеял все сомнения и подтвердил информацию о строительстве школьного стадиона. Хочу вам сказать большое спасибо не только от учителей, но и от всех жителей, от всех родителей за то большое чудо, которое вы создали для нашего маленького села. Я просто хочу прилюдно, при всем честном народе, чтобы все слышали, насколько мы благодарны за то, что вы приняли такое решение. И не просто приняли, а его воплотили в жизнь. В целом же, судя по отчету сельской администрации, особых проблем в селе нет. Здесь полностью заменены системы электро- и водоснабжения, завершается реконструкция насосной станции. К ремонту дорог здесь приступят с 15 сентября, когда в Сочи начнется второй этап масштабной реконструкции городских магистралей. Что же касается освещения, то практически все улицы Верхней Беранды освещены. Исключить слово «практически» организация «Сочи свет» пообещала к 1 сентября. У самих же жителей Верхней Беранды, а также соседних Верхнего Боу и Детляшки, есть желание заняться животноводством. Для этого многие уже организовали крестьянско-фермерские хозяйства. Но вот пасти коров с козами просто негде, сетуют местные чабаны. Пастбища давно заросли лесом. Дайте нам возможность, пожалуйста, чтобы вот эти бывшие пастбищи, это не лесхоз, это муниципальная земля, но она заросла. Там есть поля, там много. Они заросли, но нам никто не даёт возможности, чтобы мы отрезали. Если это муниципальная земля, то мы сделали, обратно сделали пастбищ. Если я начну резать, меня штрафуют, и на самом деле никто никого не штрафует. Только ещё раз говорю, мы против и будем строго наказывать тех, кто беспривязно бросают корову. Переработка молока может стать и хорошим бизнесом. Свежий сыр и масло с удовольствием попробуют туристы. А там, отметил глава Сочи, и до местного ресторанчика недалеко. Анатолий Пахомов подчеркнул, что инициативу жителей по созданию новых рабочих мест администрация города всегда готова поддержать. Инга Габешия, Владимир Киселёв, телекомпания ФКТ. Анатолий Пахомов, телекомпания ФКТ.